20 марта, Екатерина, письмо называется «Неуемный аппетит». Там не едят, тут есть хотят. Добрый день, Юлия. Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Екатерина. Часто слушаю ваши видео-ответы, черпаю информацию. Спасибо вам и вам спасибо. У меня сын 2,1 год, ходит в детский сад. Основной вопрос, который меня мучает, это его большой аппетит. Он завтракает дома, хорошую порцию съедает. Поделитесь с предыдущим письмом. Потом в садике 5 раз кормят. С добавкой и вечером дома может весь вечер бегать на кухню, что-то искать, поесть. Сам худой, я представила вот такого колобка, а он нет. Сам худой, стройный, но боюсь, что может нарушиться обмен веществ такого питания. Так как примерно в 3 года у мужа было нарушение обмена веществ, он резко располнил, что осталось до сих пор. Если отказывать в еде, да и в принципе в чем-то еще, то истерит обижается. Аппетит такой хороший с рождения. Рано вышла на работу, когда ребенку был год и три. Примерно в это время свернула грудное вскармливание. Речи еще полностью нет, но короткие фразы типа «мама на» говорит. Может ли такой аппетит быть из-за каких-нибудь психологических проблем? Нет, во взрослом возрасте может, а в детском нет. Что нужно делать? И второй вопрос. Как научить ребенка правильно держать карандаш, чтобы он закрашивал рисунки? Во взрослом возрасте бывают, когда неврозы, стрессы и что-то такое вот с какими-то травмами связаны. Люди начинают либо не есть и худеют, либо наоборот горе свое зажевывают. Дети пока еще ничего не зажевывают. Они еще пока все вот такие вот. У них не может быть прям вот такой депрессии. Может быть, конечно, но это нужно постараться. Это редкий единичный случай, когда, конечно, ребенок депрессии, это неблагополучная семья. Думаю, у вас все хорошо. Вот, заедать он сейчас ничего в принципе не должен. Я думаю, что это вопрос к врачам. Стул, вот он ест, да, много. А может, вам кажется, что он много ест? Может, по чуть-чуть там, чуть-чуть там. Может быть, он по чуть-чуть действительно подвижный и все это дело сжигает, успевает сжигать. Но это нужно, мне кажется, к врачам. Кто занимается обменом веществ, кто занимается едой, это нужно рассказать, сколько он съедает. В саду еда не калорийная, если ваш живчик и подвижный, то это прямо час-другой. Вот я, например, посидевесу сужу, когда я ела в детском саду. Буквально час-полтора проходит, ты вроде бы поел и хлеб, и первый, второй компот в обед. А уже трясешься к этому, к полднику. Уже скорее бы эту булочку, уже бежишь пораньше на кухню и что-то вот съесть. Потому что она, ну, голодная еда, не, как сказать, она не калорийная. Да, не калорийная. Поэтому вы не думайте, что там в саду его прям раскармливают. Там все сбалансировано, и если он подвижный, значит, он сжигает. Если бы он ел много, прям переедал, это, значит, частое хождение в туалет. Да, если это нигде не откладывается, да, выводится все, значит, это по два раза, по три раза он должен какать, простите. Так и происходит, значит, она ничего не задерживается. Ну, это я чисто так сейчас порассуждала. Глисты тоже туда же в ту же тему. Это надо у врачей поспрашивать. Ничего не могу сказать. С психологической точки зрения у ребенка вот в вашем возрасте в 2-1 точно он не будет заедать. Вот. А по поводу карандаша закрашивать рисунки. Загибаете три пальца, как я уже показывала. Ничего с такого нет. Вот прям вот сюда вот в эту ямку кладете карандаш и просто говорите на. А, и ребенок вот как-то автоматически, вот я из своего опыта заметила, раз, и берет прям правильно. Конечно, он будет перехватывать, но вы все равно исправляете. Чем чаще вы будете исправлять фломастер, карандаш, там, кисточку, не знаю, вообще что, тем быстрее он возьмет это правильно. Ну, то есть автоматизируется вот этот вот захват, он автоматизируется. Если прям совсем он визжит, перекладывать как ему нужно, вы можете треугольные насадки силиконовые надеть. Мы о них уже говорили. Даже сейчас появились, представляешь, силиконовые насадки, у которых кармашек есть, да? Она такая же треугольная. Ребенок берет, и там как бы такие сетчатые кармашки пластмассовые. То есть уже точно никуда пальцы не движешь. В эти кармашки опускаются эти три пальца, между ними карандаш, и получается пальцы в кармашках вообще прикольные. Значит, насадок сейчас много, можете насадки сделать, надеть. Ну, в год ее, в 2-1, в 2-1. Ну, можете насадки, да, надеть, если прям прям так беспокоит захват. А вот с едой, правда, прям не знаю, что посоветовать. А как она тут писала? Худой и активный? Сам худой, стройный, но боюсь, что может нарушиться обмен веществ. Может, да, если генетически это предрасположено, может быть, тогда это к врачам однозначно на контроль это все. На контроль. И, может быть, вы еще не написали, может быть, здесь у вас шелопоп такой активный, поэтому тогда он зажигает всю эту энергию, тогда все понятно. Екатерина, 20 марта.